Доброе утро! Совсем недавно была сформирована региональная общественная организация Родительский дом Югры в нашей студии. Людмила Лялина входит в состав организации. И вот и Сергей Иванович, о том, как они воспитывают детей, они знают не понаслышке. Вот с ними мы сегодня и поговорим. Доброе утро! Сергей Иванович, Людмила Николаевна, доброе утро! Воспитать одного или двоих, это безусловно тяжело. Воспитать в ребенка душу, а воспитать такое количество детей? Назовите сами эту цифру. Сколько детей? 44 ребенка. 44 ребенка. В настоящее время у нас дома 14 несовершеннолетних детей. Сколько им лет? Самому маленькому будет в августе 3 года и самому старшему 15 лет. Откуда такая возникла потребность и желание? Этот путь начался очень давно. Самой старшей дочери уже 47 лет. Уже внукам по 30 лет. Значит, уже и правнуков ждете. И правнуки уже есть. А, уже и есть правнуки. Уже есть правнуки у нас. Живут все. Где? В округе, в Казахстане теперь, на юге России. Как здорово! У вас по всей стране ваши дети. Да, везде есть. Это же замечательно. Сергей Иванович, а сколько вы вместе? Вместе мы 22 года. С Людмилой Николаевной вы 22 года. Для любого мужчин такой провокационный вопрос. Ну да. Женщины обычно запоминают даты. А в вашей паре как? Ну, в нашей паре как. Так сложилось в жизни, что у меня второй брак, у него второй брак. Когда-то мы сошлись, у меня уже было 12 детей. У вас уже был опыт такой, да? Магодетного материнства. А у Сергея Ивановича было двое своих детей. Сергей Иванович, вот тяжело быть главой такого большого семейства? Ну так, конечно, тяжело. А в чем главная вот сложность? Сложность. Ну, вырастить их. Нужно контролировать всех? Или как? Вы друг для каждого ребенка? Для жены, в частности? Ну, конечно, контроль-то надо. Если не контролировать их, так распустится. А кто из вас более строгий родитель? Я, наверное. Все-таки вы, да? То есть вы все-таки кнут. А Сергей Иванович все-таки балует. Он балует. Он может с ними наравне пыль до потолка поднимать. Ага. Вплоть до того, что соседи могут там уже стучать по другам и по всем, потому что начинают все бегать, скакать, и папа вместе с ними. Вот, конечно. Ну, вот разделение обязанностей в вашей семье. Между детьми, да. Между детьми. Ну, у нас нет. Вот многие говорят, что там у нас все по расписанию. Все как бы. У нас все вместе. Кто свободен, кто что видит, тот тот и делает. Вот. Конечно, и на кухне все помогают. У нас есть мальчишки, которые даже очень хорошо стряпают. И выпекают все, и торты делают, и все на свете. Ой, как здорово, как дружно. Дружно все стряпают от такого и до выше. А торт большой получается? Ну, всякие. Чтобы на всех хватило. Ну, всякие бывают. Бывают и такие лепешки. Что? Но все равно все съедается. Елена Николаевна Сергеевна Ивановича, мы представили вас как членов новой общественной организации «Родительский дом Югры». Вот скажите, для кого создана эта организация и чем вы там занимаетесь как участники? Ну, прежде всего, эта организация создана для приемных семей, для детей, оставшихся без попечения родителей, для детей в трудных, тяжелых ситуациях, которые, вот, бывает же уже, это не секрет, что где-то они находятся в зонах, там, может быть, где-то в детских колониях. И когда они освобождаются, приходят сюда, им просто некуда обратиться, не к кому. Ну, опека, конечно, помогает по мере своей возможности. Ну, вот, в частности, вот эта организация создана для нас всех. Вот мы буквально недавно собирались семьями, кто хотел, выезжали в Шапшу, там нам снимали место, домик, и мы для детей организовали шашлыки там. И мальчик был, который на гитаре играл, Вася, и ребятня, даже и песни пели, и танцевали. То есть было весело? Было весело, было хорошо. Ну, мы еще более подробно о деятельности общественной организации поговорим. В пятницу встретим гостей, представителей родительского дома Югры. Еще один вопрос, Сергей Иванович, мы знаем, что в ближайшее время есть планы еще одного ребенка. Это правдивая информация? Правдивая. Вот, правдивая информация. Ребенок... Расскажите, кто это, мальчик, девочка? Это мальчик, но он еще очень маленький. То есть он будет самый младший? Самый младший. Это будет еще ребенок до полугода. Это сложнее или наоборот? Ну, уже, как бы нам уже в этом плане сложностей нет никаких. Мы брали семимесячный. Семимесячный самый был у вас, да? Да. Малыш. Мы брали ребенок, которому сейчас, если ему было 10 дней, Серафим, вот он уже нынче у нас идет в школу. Как бы... Ну, мы можем сказать, пожелать вам только... Ну, просто с восхищением смотрим. Здоровье, сил, конечно. Все ваши планы все реализуются. Оставайтесь такими же красивыми, обаятельными, здоровыми, энергичными. Спасибо вам еще раз большое. Надеемся встретить вас еще раз в нашей студии, потому что, конечно, есть о чем. И хочется с вами говорить долго и долго. Хорошего вам продолжения дня. Спасибо. С вами, дорогие телезрители, не прощаемся уже скоро. Продолжим эфир. Продолжим эфир.